Добрый вечер, Эльвира. Ну, действительно, беспрецедентное количество участников. Они едва уместились на сцене пирамиды. Чемпионат собрал спортсменов, начиная от Минска до Дели и от Мадрида до Киева. Самая экзотическая команда с севера Индии. Они очень почему-то похожи на китайцев. И более чем у половины команды одна и та же фамилия Синг. Так, самые многочисленные команды из Германии, конечно, из России и лишним, наверное, будут сказать, что при выходе наших соотечественников на сцену зал взорвался громовыми криками и аплодисментами. Кстати, Казань на этих состязаниях выставила преимущественно женский состав, среди которых уже известные и признанные спортсменки Наталья Быстрова и Алена Чеднова. Что же касается вашего вопроса, то по секрету нам сказали, что, ну, как минимум, три имени жителей Казани, возможно, займут призовые места на этих состязаниях. Ну, а сейчас я предлагаю предоставить слово одному из организаторов чемпионата, президента Национальной ассоциации культуризма России Александру Хайкину. Визовые барьеры – это серьезные препятствия европейцев, которые не получают никогда визы в своей жизни. Но к нам приехало 17 стран. То есть, я считаю, это успех. В этот раз мы порадуем 140-головой армии культуристов интернациональных 17 стран. То есть, специально приглашенного одного гостя мы приглашать не стали, поскольку в этот вечер, поверьте мне, будет на что посмотреть и пообщаться будет с кем. Кстати, сам Александр Хайкин – частый участник в международных соревнованиях. И в его спортивной копилке такие титулы, как «Мистер Вселенная 2007» и «Чемпион мира 2006». Я уже упоминал о Наталье Быстровой, известном фитнес-инструкторе из Казани, а также трижды «Мисс Вселенная». Она также занимала эти титулы на различных международных соревнованиях. Так вот, Наташа не раз уже заявляла, что пора завершать спортивную карьеру, уходить из большого спорта. Но каждый раз все равно выходит на сцену. Вышла и на этот раз, потому что посчитала, что раз соревнования такого уровня проходят в Казани, она не имеет права в них не участвовать. Ну, я думаю, давайте послушаем, что она сама говорит об этом. Я считала просто своим долгом выступить обязательно, показать, что, ну, в принципе, женщина в любом возрасте может показать достойную форму. И я очень надеюсь, что мне удалось. Я не смотрю на своих соперников. Я вам честно скажу, что я даже не знаю, кто стоит рядом со мной. Я стараюсь полностью выложиться на публику, и придут мои близкие, родные, мои клиенты, мои друзья. И я постараюсь сделать так, чтобы им все понравилось. Ну, остается добавить, что состязания продлятся до поздней ночи, и тогда же станут известны результаты, кто победил. А я предлагаю сейчас заглянуть за кулисы состязаний. Это всегда интересно. И вот сейчас вы видите, как спортсмены, спортсменки готовятся к выходу на сцену, покрывают свои тела специальным гримом. Кто-то подкрепляется отварным рисом, который вместе с куриными грудками и яйцами является основой любой спортивной диеты. Ну, а в финале вы сейчас увидите выступление категории атлетов «Кому за 50». Вот так вот, собственно, фантастически можно выглядеть, когда тебе далеко за, если не злоупотреблять алкоголем, курением и придерживаться правильного питания. И, конечно же, здорового образа жизни ежедневных тренировок в спортзале. Ну, вот, собственно, физкульт-привет. На этом у меня все, Эльвира. Спасибо, Сергей.